политолог дмитрий орешкин выходит с грэмом на прямую связь дмитрий борисович рада вас видеть здравствуйте доброе утро и тоже рад и вот сегодня у нас марафон в грэме я уже вам сказала до начала нашего интервью что мы поставили себе цель собрать на тысячу и одну чашку кофе тысяча и одна ночь тысяча и одна чашка кофе у нас вот кофе это тоже нехорошо надо с чем-то другим менять с апельсиновым соком например ну кстати да вы любите кофе вообще или не пьете да я вообще не фанат питательной части жизни чашку кофе с утра с удовольствием но так чтобы от этого каким-то образом зависеть нет но мы в данном случае зависимы от наших зрителей поскольку только они являются нашими спонсорами и поэтому конечно их поддержка очень важна и действительно это такая зависимость надеюсь в хорошем смысле поскольку мы нужны им они нужны нам и это вот такая созависимость но позитивно я надеюсь все таки ну конечно взаимосвязано явление вы представляете им что-то важное они помогают вам существовать надеюсь что я отчасти полезен в этой игре тоже да мы благодарим вас за участие и за то что вы с нами поскольку это действительно очень ценно но хотим также с вами сегодня обсудите все то что на повестке но и не только поговорить о перспективах возможных и одна из тем которые наши зрители просили с вами обсудить это то что в беларуси в частности лукашенко заявил что пограничники усилили границу беларуси на позиции вывели искандеры вот об этом он сам сам рассказал как вы считаете вообще со стороны беларуси возможно ли какая-то сейчас эскалация крайне маловероятно лукашенко это совершенно не нужно я думаю что лукашенко в своем традиционном стиле исполняет ритуальный танец с бубнями демонстрируя братские чувства лояльность там разрывая на груди тельняшку и все остальное влезать в войну совершенно не в его интересах это путинская война а лукашенко авторитарист такой классического типа он работает на себя ему эта война ну совершенно не нужно поэтому он делает заявление он хмурят брови он вспоминает про сорок первый год и как всегда это делается с в общем вполне очевидными коннотациями сорок первом году простите на территории беларуси напали ну или тогдашнего советского союза ну и он сейчас говорит мы вы подвели войска к боевой готовности мы готовы к бароне к бароне да но я не знаю может быть это для вас новость но латвия и эстония и литва и польша и украина на беларусь нападать не собираются и лукашенко знает прекрасно так что все эти ритуальные танцы это вот эстрада а на самом деле между тем он объявляет в связи с тем же восьмидесятилетия победы он объявляет амнистию и вот мы посмотрим что это что это значит потому что если он будет выпускать политических заключенных от лукашенко можно ждать всего можно объявить амнистию политзеков не выпустить например это у него легко получается но если кого-то из них он выпустят это будет означать что лукашенко это человек с одной стороны такой вот крайне прямолинейный а с другой стороны обладающий таким вот крестьянским нюхом к власти он понимает что путинская война ничем хорошим не кончится поэтому от нее дистанцируется он на словах произносит там всякие трепетные речи а сам тестирует отношения с западом вот он сейчас например там выпустил человека который участвовал во взрыве а-50 это такой очень дорогой важный самолет в мочулищах в обмен на какого-то украинского православного священника таким образом словах на словах то он лапзается в десны с путиным а на деле он пытается приоткрыть форточку взаимоотношениях с западом вот у меня такое соображение по этому поводу но лука он человек с большой политической историей уже 30 лет он начальствует и за это время было примерно понятно что это за политическое животное верить ему совершенно никаких оснований нет но одно правило у него железное он всегда делает только то что выгодно ему и его режиму его власти запрягаться за путина нет говорить про братские чувства про то что мы плечом к плечу спиной к спине от фашистов оборонялись и сейчас тоже это за милую душу под шумок получить себе на территории ядерное оружие которое там может остаться если путинский режим рухнет вот это для него интересные варианты тут он не против получить к себе там инструкторов из чвк вагнер это он тоже не против для того чтобы укреплять свой собственный авторитарный режим но работать на путина нет 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 только если он хорошо заплатит нефтью там газом чем-то еще туда а люди которые попроще они действительно ведь не видят разницы между словами и делами и поэтому они там путинисты вот лукашенко он такой брат брателло на самом деле это глубокое заблуждение но он 30 лет умеет эту систему эксплуатировать и благополучно сохраняет себя во власти то есть лукашенко в принципе планирует путина пережить вы сказали что ядерное оружие может быть останется если если и когда путина не станет то есть лукашенко так мыслит в таких категориях ну конечно но видите ли люди вот с такой урода психикой авторитаристов они в общем-то теоретически понимают что они смертны но они вот не верят им кажется что они будут жить долго и после их смерти их светлая память останется в веках поэтому они городят себе там золотые статуи они там своих детей составляет во всякого рода государственные структуры рассчитывая что режим который они создали их переживет но пока они умирать не собираются лукашенко путина помоложе хотя не очень понятно у кого здоровье покрепче ну и в любом случае ведь политическая жизнь она связана не только со здоровьем хотя в авторитарных режимах как правило она кончается как правило часто кончается вместе с физической жизнью как было старичем сталина или как было с отцом всех туркмен пока правил вечно пока не умер ну вот значит отвечая на вопрос ну конечно лукашенко не собирается уходить от власти и его от власти иначе как белых тапочках никто не оттянет это тоже понятно но вот поскольку он не собирается надевать белые тапочки в ближайшем будущем он собирается устраивать ситуацию при которой если у путина дела пойдут совсем плохо он широко улыбнется западу и скажет но я же вас защищал своей широкой братской спиной от агрессии от этого восточного варварства я же ни разу не позволил чтобы ну и так далее он найдет что сказать а запад исходя из соображений постепенной адаптации вот таких вот авторитарных режимов к европейским ценностям к этому прислушивается он не раз уже к этому прислушивается и вообще я думаю что как как бы не закончилась украинская война путин все равно не вечен и вот когда сменится путинская власть на первом в очереди к европейскому союзу пришел за деньгами за поддержкой там и так далее будет беларусь следующий следующий конфликт следующая проблема вот этого разваливающегося переживающего какие-то спазмы умирания и агонию режима который в построил в россии путин это все связывается с территориальным распадом это конечно западный фланг прежде всего оттуда исходят постоянные соблазны нас беларусь и скобочках или калининградская область люди в которой хорошо понимают как устроена жизни в соседней польши в соседней литве близкой германии и так далее и довольно отчетливо дает себя отчет что творит владимир путин просто не молчат по понятным причинам но как только они откроют рот они будут говорить о том что им нравится запад больше чем восток просто до этого надо дожить непростая задача без трех без тысяч чашек кофе мы с вами не выползем точно поэтому придется пить кофе и собирать на тысячу и одну чашку кофе что мы делаем сегодня призываем наших зрителей поддерживать грэм таким образом но вот вы сказали о том что они планируют жить вечно но при этом готовят наследников и дочери путина стали все чаще появляться и открыто стали появляться и если говорить про лукашенко там его сын тоже всегда с ним рядом тем не менее то есть они задумываются о том что будет после них получается они вообще это публика очень интересно она действительно всерьез задумывается разнорода культных таких процессах они поскольку очень тяжелую груз ответственности видимо тяжело принимать решение они вот интересуются нумерологии каким-то еще там духовными практиками потому что это ну не совсем такие люди как мы с вами мы более рациональны и поэтому меня амбициозны поэтому нам с вами президентами вряд ли удастся побывать может у вас получится у меня уж точно никогда и никогда бы этого не хотел расти господи а вот человек который чувствует себе потенциал желания командовать это это все таки определенная психика причем ведь не по западному быть президентом то есть быть с меняемым чиновником которым дан срок даны полномочия через какое-то время он уходит и остается ну всего на все бывшим президентом и это считается нормально а тут же речь идет о том что ты спал сращиваешься с почвой с кровью с тысячелетней истории ты не просто президент а ты носитель какой-то идеологической нагрузки идут они начинают себе изобретать вот всякую хню такую про то что скрипы и так далее и они покушение на свою власть они воспринимают как покушение на историю на культуру на народ на страну и так далее это конечно форма безумия она просто такая очень глубоко зашитого безумия но она есть наш но в то же время нижние идиоты они понимают что человек увы смертен но вы их психологии они как исторический образ мыслят себя бессмертными они себя меряют там ну путин если с кем он там махатма ганди или джо хралнер я не помню с кем уж там хотел бы он побеседовать с иисусом христом может быть он себя равняет с петром великим с екатериной со сталином я уж не знаю с иваном грозным преобразователи россии мало кто может сказать ему правду что на самом-то деле владимир владимирович ты россию матушку к ногтю свел уничтожаешь ее из исказил ее историческую петровскую траекторию которая двинулась в сторону запада развернул ее значит к лесу передом а к европейской цивилизации задом извращенец ты владимир владимирович или как в известной сказке бажова сказано козел душной но он-то так не думает он думает что надо оставить ну как как минимум надо позаботиться о детях это вниз не чуждо забота о любимых наследниках а как максимум создать такую систему которая детей обеспечивала быть будущее для детей ну вот каким чан ин ведь они же эта республика это демократическая народная чего-то там еще самая очевидная тупая династическая монархия когда семейство кимов контролирует эту территорию с ее кормится прекрасно себя чувствует в отличие от территории и от населения и уходить от этой системы власти не собирается в принципе чем дальше такие люди как путин лукашенко сидят во власти тем заманчивее им кажется кимовская модель ну соответственно мы видим там виктор лукашенко руководит спецслужбами и для того чтобы развернуться в европу если сам виктор лукашенко этого не захочет конечно что тоже не исключено или придется его шелковым шарфиком удавить дочери путина но вряд ли они смогут стать первыми лицами да и у меня нет такое ощущение что они этого сильно хотят а но во всяком случае папа их хочет пристроить государственной кормушке потому что другой кормушки то на путинской россии уже не остается опять мы возвращаемся к такой супер гипер централизованной государственной модели когда частный бизнес целиком полностью зависим от номенклатурного благословения соответственно вот путин используя свои властные полномочия пристраивать дочерей каким-то там фондом еще но всем лучше для того чтобы они не бедно пожили когда и если а когда-нибудь это произойдет неизбежно путина уберут ну я и я его дочерям искренне не завидую во всяком случае родня всех бывших генсеков начиная товарища сталина и продолжая там никита сердеевича хрущева та которая выживала она почему-то оказалась на западе и светлана аллилу его и не на хрущева многие другие ну вот внук брежнева тут пытается что-то делает но по-видимому представляет из себя пустое место так что эти модели живут в голове этих людей но не в реальность в реальность они не работают если конечно речь не идет о северной корее нас и россия все более похожа на северную корею но чрезвычайно далека пока еще от нее вот если о реальности говорить я помню как свое время в двадцатом году у нас в эфире в частности возможно не только у нас в эфире но вы озвучили эту мысль когда была эта эйфория по поводу того что вот-вот лукашенко свергнет протеста вы сказали нет у него штыки и он еще будет держаться за свою власть и вы рано радуетесь я помню тогда еще в чате писали комментарии нет что это это не так ну в общем агент путина агент да но в итоге оказалось так как вы говорили действительно к сожалению к сожалению оказалось так как вы говорили но тем не менее вы пытались вот так вот реалистично смотреть на то что происходит несмотря на всю ту эйфорию казалось бы такую белую эйфорию потому что протест был действительно такой очень светлый в белоруссии не удалось свергнуть александр лукашенко вот что касается прогнозов по поводу политической кончины физической кончины владимира путина насколько вообще реалистично это сейчас на ваш взгляд делать такие прогнозы это довольно реалистично в одном случае если путин потерпит серьезное очевидное болезненное поражение на ли на поле боя пока этому никаких оснований мы не видим пока мы видим как путин наступает конечно чудовищно медленно с чудовищными издержками для его режима по тысячи человек в день он кладет но он наступает и если это будет продолжаться то тут вопрос кто первый кто первый сдастся потому что проблем много и у россии и украины не надо закрывать глаза на это у россии ну например вот сегодня опубликованы данные про оценку бизнесом перспектив развития если то что называется раньше называлось промышленностью растет и растет потому что туда закачиваются бюджетные деньги главное в военку понятное дело какая сейчас промышленность то сфера услуг на два процента просела на два процентных пунктов было сорок девять с половиной сейчас сорок семь с половиной ожидания бизнеса то есть люди не инвестируются падает спрос у населения хотя странно потому что денег то вроде у него больше соответственно сокращается производство разного рода техники для магазинов для складов и так далее то есть страна под разговоры о том что мы стремительными шагами там идем к светлому будущему страна на самом деле скатывается к советской модели когда всего рука государства а государство занято войной б соответственно на то что называется интересы потребителя смотреть уже некогда не до них не до грибов мы за ценой не постоим это будет так что у россии есть проблемы я уж не говорю про демографическую яму но украины то их не меньше украины все-таки в три раза меньше с точки зрения населения даже если россия кладет своих солдат на поле боя там в пять слоев то украина в ответ кладет в один слой но один к пяти это почти равные процентные соотношения если мерить по количеству людей там и там притом конечно украина была был серьезный гэп полугодовой который до сих пор не затянулся в связи с дефицитом амуниции ну того что стреляет летает и взрывается тяжело украине о чем разговор путин рассчитывал что он вообще за две недели все решит и пыль ботинок со своих отряхнет и будет победителем на белом коне то что два с половиной года процесс продолжается это совершенно немыслимый сценарий для того же путина тем не менее тяжело и значит вопрос самом деле у кого хватит ресурсов мужества готовности и так далее так вот если путин проигрывает например если украине удается перекусить две ниточки на которых висит крыль значит железная дорога вдоль азовского моря и крымский мост может быть такое может наверняка пока попытка состоится вот тогда ну путина будет довольно кисло объясняться перед своим победоносным народом ну или если например там уже сейчас вышибут назад границы россии вот эту так называемую серую зону или зону безопасности и путину придется оправдываться и в этом смысле его могут свои же немножко а может быть немножко сместить хотя вряд ли потому что в этом смысле есть преимущество когда ты контролируешь все элиты региональные медийные бизнес военные какие угодно еще ты любое поражение можешь представить как победу и путин конечно это сделает вот зеленскому это не удастся потому что у них все таки демократический режим и если там где-то зеленский провалился то ему найдется масса доброжелателей которые со всей прямотой ему об этом расскажут не только ему и избирателям тоже это фундаментальная проблема демократии для войны приспособлены гораздо хуже чем автократические режимы они медленнее реагируют как мы видим на примере того же запада они не хотят приносить жертву интересы избирателей как мы видим на примере того же запада автократии за милую душу ничего жрать будете поменьше зато воевать будете побольше никуда не денетесь и в этом смысле Северная Корея для ведения войны гораздо более приспособленный режим чем Южная Корея хотя Южная Корея там в десятки раз экономически во всех остальных параметрах эффективнее северной но в военном смысле у северной преимущество и в военном смысле путинский режим имеет преимущество перед европейским тут это естественно научный факт значит относительно того что я говорил про Беларусь ну я стараюсь быть эмпириком меня так учили видеть не то что хочется а то как оно есть на самом деле как я вижу эту реальность народный протест без поддержки лидеров к смещению власти никогда и нигде не приводит это брехня который нас учили советских людей в школе когда вот русский совет нет российский народ измученный классовой несправедливостью поднялся и снес кровавый царский режим такого на самом деле не было потому что восстания могут быть или протесты могут быть содержательными и эффективными в том случае если есть раскол элит если есть альтернативная группа в широком смысле слова элит которые этот протест организуют поддерживают и используют в своих политических интересах в 1917 году когда рухнул царский дом раскол элит был абсолютно очевидный вплоть до самого царского семейства и тогда февраль сработал в пользу в пользу альтернативных групп влияния прежде всего государственной думы которая требовала от государя ничего особенного она не требовала она требовала чтобы он реализовал условно говоря британский режим когда царь царствует но не правит а правит парламент вот тогда сработала февральская революция ну октябрьская революция тем более был очевидный раскол среди новых элит если мы возьмем 91 год в москве тоже был раскол с одной стороны старая партийная элита и с другой стороны новая Горбачев Ельцин в которой тоже был раскол между Горбачевом и Ельцином потому что Горбачев понял что заехал слишком далеко и пытался реставрировать какие-то советские стандарты в общем раскол элит был совершенно очевиден и тогда массовые массовые протесты 91 года на улицах в том числе в августе они поддержали Ельцина поскольку был Ельцин возьмите 2004 год Майдан раскол элит украинских налицо возьмите 2014 год раскол элит налицо и это знают лучше нас сами и Лукашенко и Путин поэтому ни у того ни у другого никаких альтернативных элит нет они их выжигают каленым железом ну и правят понятно что страна тормозится при этом понятно что она не видит альтернативных путей развития но зато для этих персонажей проблема с властью лишена решена до конца жизни до белых тапочек и тот и другой вопрос в том что могут помочь надеть белые тапочки но это на улице не делается это делается где-то в недрах резиденций внутренних так что мне было понятно что когда демократически мыслящая общественность говорила вот вот сейчас белорусы снесут этот кровавый режим ну мне казалось что типичный случай wishful thinking гораздо более вероятно что это кровавый режим загонит этот честный благородный свободолюбивый протест под лавку сломает ему хребет и изнасилует ну так в результате и произошло из этого вот что меня всегда злило и продолжая злить из этого вовсе не следует что следует что надо говорить там сказки о том что русские или белорусы вот такой народ который обречен быть рабами и так далее а вот мы такой свободолюбивый народ который этого не позволит никогда в девяносто первом году свободолюбивый российский народ свалил элиту советского союза в то время как многие другие свободолюбивые народы благополучно спали под вполне себе прежними партийными элитами потом путин сформировал новую элиту которая не допускает альтернатив и сейчас думать на то что путинскую надеяться на то что путинскую власть кто-то свергнет мне кажется просто непрофессионально это просто не соответствует действительно никто свернуть не может пока не подрастет новое поколение которое как раз новое поколение подрастает на самом деле пока конечно пока сами элиты не почувствуют что с этими с этими персонажами надо что-то делать иначе они нас погубят ну а что касается действительно если говорить все-таки новом поколении насколько на ваш взгляд вот это необходимо ну можно вообще вспомнить конечно такую библейскую историю про моисея который 40 лет водил евреи по пустыне и многие были недовольны этим и хотели его убрать и были недовольны тем что он вывел их из этого рабства вот на ваш взгляд насколько здесь аналогии такие уместны нужно ли нужно ли 40 лет 50 лет не знаю 100 лет какие промежутки временные ну во первых во всяком случае для таких больших территориальных образований как россия где инновационные волны идут достаточно медленно то есть раль кстати говоря рождаются инновационные волны всегда в продвинутых центрах но в данном случае в москве и все революции всегда происходит столичные столицы столичных регионов опять же к вопросу о том какую роль играет элита и какую роль играет широкие народные массы так вот россия очень медленная страна потому что очень большая и очень разнообразная и пока там дойдет сигнал от маленького мозга этого диплодока до далеко отходящего хвоста этого диплодока или еще какого-то там динозавра а проходит очень много времени поэтому да россия как собственно многие другие страны она будет десятилетиями меняться ну для примера вспомните какая по счету сейчас республика во франции кажется пятая вот то монархия то республика то республика то монархия приходят бурбоны к власти про них говорят они ничего не забыли и ничему не научились приходят путинские чекисты к власти это формула более чем подходит они ничего не забыли кое чему научились научились тому что надо давить альтернативы прям сходу любых убить посадить выгнать из страны любыми средствами но ни в коем случае не повторять ошибок грабачева или там ельцина потому что они не давили альтернатив это с их точки зрения с нынешних лет с точки зрения нынешних лет конечно трагическая ошибка и лукашенко это прекрасно понимает так вот новое делает не том что они новые или старые дело в том что у них новые или старые глаза которыми они видят окружая окружающий мир вот сейчас путинская силовая элита очень сильно занято образованием вот они они пытаются людей заставить веровать опять ну понятно что знаменосцу без разницы какое какое знамя он несет важно держаться за древко плодоносная которая растет корнями в нефтяную вышку и значит а что там какое знамя там развивается да велика ли разница бессмертного учения и победоносного учения которое единственное верно марксизм ленинизма или иисус христа или великого и всемогущего аллаха безразлично главное быть при древке которая корнями уходит в нефтяной пласт значит они отбросили марксистскую идеологию придумали вот эту вот христианскую и сейчас они готовят для народа населения которые не искренне и глубоко презирают еще со времен троцкого который говорил что когда большевики пользуются термином масса это в их устах звучит полупрезрительно ну а что такое масса масса это то что владимирич ленин призывал возглавить распропагандировать агитировать бросить вперед значит объяснить задачу мы авангард а вот а это все масса которую надо за собой по 2 стиль ну так вот путинский авангард ведет эту самую массу в том направлении который считает нужно соответственно скрепы ценности духовные отрицание права человека быть самим собой а требования чтобы он был винтиком механизме вот все эти советские сказки естественно слегка перелицованы сейчас будут в колачиваться в голову молодежи и поэтому говорить о том что новое поколение ну что значит новое поколение если у него будут старые мозги новое поколение и северной кореи существует поэтому вопрос на самом деле в том чтобы повлиять на мозги чтобы совершить то что я для себя называю джи эл переход джон лог был такой английский философ основу его рассуждения были положены в основу в основу например американской конституции суть очень простая человек формула отвратительная своей ясности человек является собственностью себя это было восемнадцатом веке значит он тогда еще были бога конечно без бога никак но себя в первую очередь еще не принадлежит не ленд лорду на крепостном праве он не принадлежит не общине тоже он принадлежит себе и он один в индивидуальном плане несет ответственность перед господом богом один а вот путин с этим борется никто у нас одним самим собой быть не может он должен быть членом социума большевики или там ленин цели советском союзе говорили что мы все члены социалистического как там новой исторической общности людей советского народа и советская идентичность была так бы сама очевидно теперь нам пытаются христианскую идентичность в грохоте но в любом случае тебя родина учила тебя родина любила ты должен за эту родину умереть а кто персонифицирует родину а товарищ путин вот если ты патриот то ты должен любить начальника простите пожалуйста а как если посмотреть на сто лет назад а как мне быть если на одной и той же территории которая называется россия которая говорит по-русски и где жили мои предки где родился я за последние сто лет было три государства монархия советский союз и путинская ну в терминах советской риторики буржуазная российская федерация значит что во времена царя батюшки я должен любить царя потому что он символизирует государство во времена стали на я должен быть талина потому что он символизирует государство во времена горбачёва я должен любить горбачёва во времена ельцина должен любить ельцина во времена путина должен любить путина так получается так а на самом деле ну я хочу иметь свою голову на плечах для того чтобы сберечь приходится с этим пространством где вот такая авторитарная унитарная модель навязывается приходится прощаться это очень прискорбно но по видимо неизбежно поэтому вопрос не в новом поколении вопрос том какую голову привинтит этому новому поколению пока ему привинчивают голову от которой я с большим трудом с большими ментальными и прочими потерями избавился уже во взрослом виде когда начал понимать что то что я с детства считал очевидным не так то жизнь устроена иначе я за это заплатил но можно сказать может сказать заплатил 10 годами жизни ну и тем кто вот сейчас топочет сапогами аплодирует кулаками и радуется что владимир владимирович поднимает его с колен так или иначе раньше или позже придется тоже с этим как-то столкнуться и понять что его по большому счету обманывают он себе этого признать не ему согласиться с этим не может потому что это будет означать что его личная идентичность рушится что он был неправ а людям это очень не нравится поэтому многие будут умирать сохраняя свою эту идентичность думая что они умирают за россию на самом-то деле нет потому что настоящий на правильный путь россии естественный путь россии со времен петра алексеевича стороны европы через петербург через окно в европу через университеты через науку через музыку балет ракеты все то что си чем сейчас путинской режим гордиться это что пришло запада если всерьез подумать а а путин сейчас разворачивает страну вот к северной корее закладывая катастрофу на ближайшем будущем вот это самое новое поколение который сейчас растет в россии она с этой катастрофы столкнется это неизбежно но они этого пока не видят или не хотят видеть или не могут позволить себе увидеть но раньше или позже рогом в стенку упрутся и это будет катастрофа не только для них это о патриотизме вы сказали если говорить о патриотизме в демократических странах при этом в условиях войны вспоминается конечно алексей арестович и наши зрители довольно часто задает вопросы про алексей арестовича а может ли быть патриот украины вот таким как алексей арестович с той риторикой которая сейчас ему свойственно из-за рубежа он уехал за пределы украины и сейчас он такие вещи довольно крамольные со стороны украинского общества патриотично настроена украинского общества во многом звучат но есть философская составляющая есть чисто практическая я начну с практической когда на твою страну напали я формировку подбираю не когда страна воюет потому что воюет россия а когда на твою страну напали когда твоя страна подвержена оккупации тут не до грибов и не до философских рассуждений тут надо у меня такая такая очевидность тут надо подниматься и становиться на защиту своей территории своего языка своей культуры даже если ты не шибко любишь или симпатизируешь как начальнику который в данный момент персонифицирует твое государство это сложный вопрос потому что когда гитлер напал на советский союз иммиграция раскололась например там генерал деникин поддержал сталина потому что он считал что сталин это сейчас защищает россию а многие другие люди ничем не глупее деникина думали что наоборот лучше поддержать гитлера потому что он спасет россию от сталинской оккупации и ответ на самом деле до сих пор нет так если всерьез подумать вот тот аналогичный случай с арестовичем что касается меня я бы заткнулся я бы пошел воевать защищая свою страну как бы не относясь при этом к президенту до у президента на масса недостатков я не хочу сейчас тут перебирать вообще это не мое дело это дело украинцев но если твоя страна под угрозой надо свои личные амбиции сложить четверо и убрать в задний карман так мне кажется но я понимаю что арестович не дурея меня у него другой взгляд ему кажется что он бы эту задачу решил лучше поэтому мой ответ на этот вопрос вот пример такой теперь более философский о патриотизме есть такой русский был конечно замечательный писатель такой вполне консервативного плана с легкой ноткой антисемитизма но умный что редко бывает среди антисемитов василь васильевич федор розанов василь васильевич розанов отличный писатель прекрасный язык честный и он говорит патриотизм это горячее молчание любить свою страну это также естественно как любить свою мать и тот кто хвастается своей любовью к матери выглядит в общем то это довольно убого это ему похоже что ему нечего больше предъявить вот этот стон и вопли которые сейчас вокруг там любви к отечеству в скобочках владимир владимировичу путину всегда выглядят дурно вкусно так скажем вкус не соответствует действительности другой вопрос что если бы на россию напали враги хотя не понимаю кто это мог бы быть кому надо нападать на эту россию то конечно надо было бы защищать как мой отец защищал советский союз кстати говоря которым относился чрезвычайно критически тем не менее вернулся с войны с пятью боевыми орденами прошел всю ее рядовым ну сержантом так что тут вопросов то нет вопрос том что мне кажется путин и его шобла извините за выражение оккупировали мою страну и сев ей на на шею бросили ее в вперед в агрессию против соседа против с введением войск на юридически признанную в том числе российской федерации территорию украины и не видеть этого на мой взгляд невозможно то есть только если ты очень очень хочешь сожмуриться ну вот сторонники путина они зажмурившись как раз и воюют они думают что они защищают престол отечества но как обычно отечество опасности наши танки на чужой земле признать что украина это самостоятельное государство и украинские украинская политическая нация куда входят около 10 миллионов русских между нами говоря этнически русских а и который воюет против путина сейчас вот это нация украинская нация является политическим субъектом который защищается правами оон с четко признанными международными границами в которые входят крым и так далее и тому подобное вот это они признать не могут вместо этого они с удовольствием кушают так что за ушами трещат вот эту путинскую брехню про то что украина не до государства про то что это земли наши обильно политы но и все такое прочее такое это это мозговое извращение словами не лечится этот надо понимать она лечится только материальными очевидными шагами типа поражения в войне или типа отсутствия еды в магазинах это ничего никому ты здесь не докажешь потому что доказательства строится как теоремы исходя из каких-то аксиом а речь идет о различиях в аксиомах вот аксиома такая что мы вправе диктовать свои условия каким-то там соседям которые ниже нас по непонятным причинам украинцы еще кто-то там ну это глубоко не то чтобы это неприлично это само собой но это неправильно а что это не так это просто исторически не так но система образования так построена что у людей построен таким образом очень вот а очевидность зависит от устройства очей вот путин сейчас новому поколению вставляет вот эти вот очи линзы читали книжку которая называется волшебник из уродного города там такой маленький лишивенький начальник поддерживал себя власть тем что заставлял всех носить зеленые очки помните такой великий гудвин конечно весь мир был изумрудный да 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 ну вот маленький плешивенький заставил всех носить розовые очки они через эти очки смотрят и видят что мы поднимаемся с колена нам враги мешают а если бы не они то но это же абсолютно советская модель что мы давно бы построили светлое будущее если бы не буржуазные спецы кулаки там частные собственники не обманны враждебное окружение там еще кто-то поэтому надо все время бороться 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 уничтожать уничтожать пока ты не останешься на полностью изможденной выгоревшей территории который в конце концов разваливается в силу собственные немощи что собственно говоря с советским союзом случилось но изменение в том что до в советские в сталинские времена еще сорок том 47 году был голод и об этом никто не знал был голод который у нас там миллион жертв на юге россии ростовская область молдавия никто не знал все шли от победа к победе и рассказывали друг другу какие мы продвинутые по демографии ты не обманешь и экономику не обманешь но и здесь тоже самое в конце концов конечно путин проиграет и черт бы с ним но вместе с ним проиграет россия что не только россии не только российской проблемой будет соседям то тоже сладко не покажется мы будем следить за развитием событий спасибо вам благодарим за ваше мнение благодарим за то что сегодня нашли время выйти к нам в эфир в рамках нашего марафона грэма где мы я напомню собираем на тысячи и одну чашку кофе спасибо не перепейте слишком много кофе это тоже может быть опасно будьте здоровы главное все в меру спасибо вам дмитрий борисович до следующего раза всего вам доброго до свидания а